Завтрак в семидесятых. Детский сад Буратино. После мер карантина та еще ведь картина. Двадцать восемь детишек, платишек и штанишек тянутся к паре книжек. Утром ранним гурьбою прибывают. С лапшою суп молочный в семь тридцать, зуб непрочный сестрицын. Витамины и каши. Пропитание наше. И домины с раскрасок. Лит издание сказок. Ланч восьмидесятых. Будни школьной столовой под рисунком с коровой. В полдень булочку с чаем расторопно вкушаем. Академик Иоффи пил со сливками кофе. Ну, а нам, комсомольцам, к пирамидам и кольцам, смысл какой возвращаться? Чтоб идти, а не красться. Быть, насколько удастся, а не ныть и казаться. Хотя здесь существуют музеи сельскохозяйственные, но очень интересно. Допустим, то, что раньше в России плугом пахали до революции. Здесь такие машины, конечно, лошадьми они, но все механизировано было уже в 19 веке. Здоровые комбайны, только все делается насчет лошадь. Насчет лошадьми на силы. Точно так же в быту. Допустим, на кухне у женщин все было раньше. И сушильни, и эти... Ну, то, что сейчас механически вот эти вот машины стиральные были ручные. Крутили, но все равно все это делалось не так ругант, как вот, да? До сих пор, да. Хорошо, хорошо, красивая леса. Сонная лошадь, наверное. Здесь, между прочим, очень много зверей в лесу бегает. Иногда бывают целые такие тапуны, олени по 12-13 штук. У меня у самого же был. Два раза. Один раз я кабанас был в машине, другой раз альведи. На полном ходу, 90 км в час. Машина вся в тремя. Какой мягкий стирок? Нет, мы едем прямо на улице. Это не зависит от нас. Это устранство на Боно. Мы едем прямо на Фраубург. Крутили. Ага. Да, красиво, красиво, красиво. Да, красиво, красиво. Мы едем на Альгенбург, да? Мы едем на Альгенбург. На Майкс? Ну да, Тульфроубург это. А за это штрафуют, да, если? Нет, за это не штрафуют. Потому что это не виноват, конечно. Он выскакивает перед тобой, ты же не видишь. А там чего остался эту хрущину? Нет, страховки нету. Да, есть, есть страховки. Они довольно дорогие. В зависимости от того, если ты, допустим, сам платишь еще, скажем, 500 евро, тогда ниже страховка. А если полностью застраховаться, это довольно дорого. То есть не стоит, если старые машины не стоят, это только все новые. А потом вот этого сбитого животного куда? Потом лесник забирает, не знаю, что он с ним делает. Сам ест или продает, или что-нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok